Как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчествуй по мере веры? Имеешь ли служение пребываю в служении? Учитель ли в учении? Увещатель ли увещавай? Раздаватель ли раздавай в простоте? Начальник ли начальствуй с усердием? Благотворитель ли благотвори с радушием? Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Усердие не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служите, утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о страноприимстве. Благословляйте гонителей ваши. Благословляйте, а не проколенайте. В сегодняшнем апостольском чтении святой апостол Павел убеждает нас утверждаться в тех дарах, которые мы получили от Господа. Так апостол пишет, «Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещатель ли уищавай? Раздаватель ли раздавай в простоте? Начальник ли начальствуй с усердием? Благотворитель ли благотвори с радушием?» Святитель Феофан Затворник, размышляя над приведенными словами, пишет, «Каждый христианин в церкви подобен тому или иному в целом живому организме. Как каждый орган выполняет свою функцию, точно так же и христианин, как член всецелого тела Христова, также имеет определенные служения. У кого-то таким служением является пророчество, у кого-то учение, у кого-то благотворительность. При этом, по замечанию апостола, мы не должны пренебрегать врученным нам служением, но усердно исполнять его, ведь таким образом мы трудимся над созиданием своей бессмертной души и усовершенствованием ее для Царствия Божия. В то же время мы должны помнить одну очень важную истину. Все дары, которые преподаны нам Господом, даны нам не просто так, но, как говорит об этом преподобный Ефрем Сирин, исключительно для того, чтобы мы принесли пользу Церкви Христовой. А потому ни один из этих даров не является ни большим, ни меньшим других, ведь все они направлены на достижение одной высшей цели, на устроение Царства Божия уже здесь, на земле. При этом, святой апостол Павел вновь напоминает нам о самой важной добродетели, добродетели любви. Апостол пишет «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь к зла, прилепляйтесь к добру». Так апостол пишет не просто о том, что в людях должна пребывать любовь, но любовь непритворная, то есть не внешняя, не показная любовь, но любовь, исходящая из самого сердца человека. Далее апостол увещает христиан укрепляться в надежде, причем лучшим средством для такого укрепления является молитва. Святой апостол Павел пишет «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно». Влаженный Феодорит Кирский, размышляя над приведенными словами, отмечает «Кто горит духом, тот усердно работает в ладыке, ожидает наслаждения упываемыми благами и преодолевает встречающиеся искушения, прирожением их противопоставляя терпение и непрестанно призывая на помощь божественную благодать». Следовательно, такие качества, как надежда, смирение и молитва, являются взаимосвязанными. Надежда, о которой говорит Первоверховный Апостол, это не просто надежда на некие земные блага, но надежда на грядущие блаженства. Эта надежда вечной блаженной жизни дает христианину силу мужественно преодолевать все трудности, встречаемые на пути спасения. Эта надежда внушает и питает постоянную ревность к исполнению обязанностей христианских. Эта надежда возвышает душу истинных последователей Христовых над всеми земными превратностями и успокаивает их среди всяких скорбей и бедствий настоящей земной жизни. Надежда же, в свою очередь, дает силу к перенесению скорбей, а скорби сами собою внушают скорбящим искать подкрепление в надежде. В чем обыкновенно ищут люди утешения и подкрепления среди скорбей и несчастья этой жизни? В той надежде, что скорби пройдут, что скорби сменятся утешением, что за несчастьями последует какое-нибудь благополучие или счастье. Понимая это, человек не может не молиться Богу, ведь молитва – это прежде всего наше общение с Богом. Молитва – это самая необходимая стихия нашей духовной жизни, потому что наша душа по своему духовному существу всегда стремится к Богу. А молитва есть не что иное, как выражение этого стремления к Богу, возношение мыслей и чувств к Богу, благоговейное стремление души к единению с Богом. Молитва питает и укрепляет в нас любовь к Богу и надежду на Бога. Именно она дает нам силу терпения среди скорбей и несчастья. Помимо об этом, мы всегда должны молиться Богу, ведь только молитва – искренняя, сердечная молитва – способна наполнить нашу душу упованием на Бога и Его милость к нам земнородным. Только молитва способна дать нам силы благодушно переносить все скорби этой жизни и непоколебимо идти путем спасения при содействии Духа Христова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова